Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слишком чувствительно Мышка Спускаемся вниз Опа Это хорошо мы заглянули Ммм Круто Это хорошо А тут у нас есть? Тут мы сойти не можем Так и полезли обратно Пойдемте Отпишем тайфун Причерду И можно уже выдвигаться на задание новое Пропустите меня негры По моему сразу было ясно что он не из борцов за чистоту Думаю кто-то не выглядел шайку Сандерса что выполнять этими бандитами Да Кто знает что мы работаем над тайфуном? Кто знает что мы работаем над тайфуном? Тогда я попробую ничего взломать То есть очень хотелось бы что-нибудь получить ништячевка насчет ништяков Да точно Нужно думать зайти в улучшение У нас два праксиса И что же мы лучше улучшим? Лучше улучшим Там был канализ взлома Взлом скрытность Так сердечко у нас на фу Мммм Модификация Турс Модификация КО Жесть Маскировки Та-та-та-та-та Давайте панцирь Охо стоимость 2 Обалдеть Дороговато будет Ну думаю в принципе пригодится Панцирь то Сюда же стоимость 1 И чуть чуть поменьше Великолепно Теликолепно Сможем взломать Ооо Достаточно рейтинг взлома Сволочи Сволочи Опять 2 Я чувствую здесь везде будет 2 Поэтому не будем тратить время На всякую хренатень И идем к Причарду Ну и ну Неужели это сам Аттила примчался с поля сражения? Если это касается Тайфуна Я буду через минуту Так, Причард Я не для того рисковал головой Чтобы потерять ее в дебрях процессоров и переходников Ничего себе Ты выучил такие слова? Не думай, что раз тебе так легко удалось взломать Системы безопасности фабрики Теперь ты специалист по всем этим компьютерам Сейчас я не могу заняться Тайфуном Да ну? К твоему сведению Сейчас я провожу общую диагностику безопасности нашей сети Чтобы узнать, как хакеру Сандерса удалось добраться до кодов Думаю, первый вопрос, который надо задать Чьи это были коды? Впрочем, может быть ты уже знаешь Дженсен, пойди выбей пару дверей Убей кого-нибудь Только позволь мне заняться своим делом Честное слово, так мы гораздо лучше справимся Мило, мило Очень такой милый разговор Возьмем чоколятку Так Возьмем чоколятку Здесь, может быть, что-нибудь еще Может, что-нибудь появилось? Вдруг Ну, мало ли Всякое бывает Так Теперь Ну, не так же далеко убежать В принципе, норм Здесь, может быть, здесь нам повезет Может быть Нет, нам не повезло Конечно, нужно качать себе взлом Что можно было взламывать и всякие плюшечки брать себе Новости Я более чем уверен, что там есть что взять Полапать, помацать и все в этом духе Так У нас вроде бы выросла броня Ну, как ее использовать? Блин, надо вообще Блин, посмотреть был на стройках сначала Ю, послушай меня Возможно, это не он вложил оружие в руки Сандерсу Но все началось именно с выступления Таггарта в ООН Уильям Таггарт всего лишь ушлый политикан Сами знаете, Дэвид И ради сохранения лица Я должен слушать его бредни Глядя ему в глаза С улыбкой Обязательно с улыбкой Мы позже поговорим Вы хотели видеть меня? Да, как самочувствие? Бывало и лучше Хорошо Когда закончим здесь, загляни в клинику протез к доктору Маркович Провериться не помешает Если вы настаиваете Послушайте Насчет Сандерса Да, насчет Сандерса О чем ты думал, когда позволил ему так легко ускользнуть? Я отправил тебя туда, чтобы ты обо всем позаботился Я надеюсь, что это еще принесет нам пользу Сандерс был в ярости, когда узнал, что хакер модифицирован Он не успокоится, пока не найдет тех, кто подставил его Вот как И тебе хватает наивности думать, что он поделится информацией с тобой Я думал, ты к этому готов, Адам Я был Сегодняшнее нападение Чья-то попытка заморочить нам голову Я намерен узнать, чья и зачем, чтобы это больше не повторялось Отлично, я тоже Ты уверен, что у него были приращения? Я выдернул из него провода А полиция говорит, что нет Они не позволили мне взглянуть на труп Даже после того, как я пригрозил урезать их в пенсионный фонд Может кто-то другой платит им больше Так что я должен делать, босс? Нам нужно посмотреть на тело У тебя есть старые друзья в полиции Как ты думаешь, кто-нибудь из них может пропустить тебя в морг? Смотря кто попадется Отправляйся в участок и попробуй попасть внутрь Если у хакера были модификации Его нейронный узел поможет нам понять, кем он был Свяжись со мной, как только доберешься до него Хорошо Ты У нас теперь два задания Ладно, два так два А тут у нас что такое? Кладовочка? А нет, туалет Может что в туалете завалялось? Я думаю, но вряд ли На вось Писсуар смыть Мммм, умм, умм, умм Новостная лента В принципе В задницу её Это новостную ленту А ещё новостная лента А чёрт, уже нельзя здесь зайти, да? Сначала разрешил, а потом нет, да? Ублюдок. Закрываем двери за собой. Будем культурными людьми. Сказал, будем культурными. Ага. Погнали. Вниз. Так, посмотрим по заданию. Это визит в клинику протез. А среди интеракции самому понятно. То есть нам бы сейчас, нам или сейчас в клинику идти, либо нам идти, а нужно в любом случае походу на улицу выйти. Адам Дженсен. Вас ждут в вашем офисе. Адам Дженсен. В офисе. Да ты гонишь. Ладно, пойдем в офис. В смысле, там ждет. А? Кекс какой-то. Что я делаю? Безумие. Что ты имеешь в виду? Что я делаю? Безумие. Боже мой. Я Джонни. Что я делаю? Кстати говоря, теперь этот доперл. Нафига нужен весь этот алкоголь и все то, что мы собираем? Можно его использовать и нажраться в зюзю, но зато будет хп. Ох, ё-моё. О, меня ботанисимо. Эй, Дженсен, рад тебя видеть. Здорово, чувак. Словно я его девушка. Словно ты моя девушка. Чувак, ты себя лестишь. Блин, а как попасть-то? У-у-у. Чувак, я бы хотел тебя вспомнить, но, к сожалению. Блин, я ничего сделать не могу, ах, чё-то. Блин, когда он протрезвеет-то вообще? Давай, взбодрись. О, видите, теперь у нас 150 хп. Видите, как хорошо. Безболивающее. Тут запрещен, тут запрещен, понятно. Здесь доступ запрещен, короче. Окей, давайте взлом. Чёрт. Да, ты словно моя девушка. Привет, Дженсен. Рад тебя видеть. Здорово, что ты вернулся. Как ты? Справляюсь. Жаль, что с Мэгган так вышло. Я понимаю, тебе нелегко. Мы сначала подумали, что и тебе крышка. Кругом беда, на штаб вот нападение. А потом этот кошмар с фабрикой. Да, нелёгкие времена. Ты-то как, Карелла? Я не знаю. Я... Я тут облажался. Капитально. Что случилось? Пару месяцев назад мы с Тиндалом, знаешь, один из техников Причарда, начали понемногу таскать нейропозин из лаборатории. Боже, Тим. Тебя же уволить могут. Сам-то понимаешь. Даже арестовать, если компания решит дать делу ход. О чём вы только думали? Я знаю. Тут... Всё непросто. Я сначала был против, но потом нашлись веские причины. В общем, сейчас я хочу с этим завязать, но у Тиндала есть запись с видеокамеры, где я краду это барахло. Говорит, что настучит на меня, если я перестану ему помогать. Адам, мои дела плохи. Нужно получить эту запись. Знаю, у тебя дел до чёртиков, но мне одному никак не справиться. Ладно, рассказывай. Серьёзно? Ого! Спасибо, Адам. Я думал, мне конец. Запись, скорее всего, хранится на компьютере у него дома. Как найдёшь её, встретимся перед входом на парковку у подземки. Да, сейчас я сам разберусь. Так, у нас теперь три задания. Ну, окей. Три так три. Ничего не поделаешь. Надо помогать друзьям. Так, и давайте на выход. В принципе, делать там больше нечего. Кстати говоря, по улучшению у нас ничего. Да, у нас Аллупа по улучшению. Слушайте. Нужно, вроде, какое-то улучшение было комбинировать. Во, да. О, и очёк получили. Ставки растут. Круто. Круто. Крутотошечка. Походим на улицу. Миссис Ритт. О, Адам. Прости, ты меня напугал. Пожалуйста, зови меня Кассандра. Вы с Меган столько времени были вместе. Я как раз тебя ждала. Здесь, снаружи. Зашли бы внутрь. Не знаю. Я, наверное, ещё не готова. Ты здесь работаешь. Но для меня это место, которое отняла мою дочь. Да. Это мне в голову не приходило. Мне очень жаль. С моей стороны не очень вежливо приходить и будить плохие воспоминания. Воспоминания тебе и так досталось. Да. Много что поменялось за полгода. Не могу поверить, насколько они тебя изменили. Сначала я даже не думала, что ты выживешь. Как ты с этим справляешься? Они сделали всё, что могли, чтобы спасти меня. Теперь я в определённом смысле могу больше, чем когда-либо. Рады видеть, что ты хорошо воспринял это всё. Многим из нас пришлось бы нелегко. Позвольте спросить, зачем вы хотели меня видеть? Да. Да, конечно, прости. Я здесь из-за Меган. Из-за того, что с ней случилось. Вернее, из-за расследования случившегося. А в чём дело? Если совсем просто, мне кажется, что-то не так с тем, как это дело велось. Вы думаете, что здесь что-то нечисто? Именно. Считай это материнской интуицией. Но в разговоре со следователями я заметила кучу несоответствий. А потом я встретила детектива по имени Чейз. Он подтвердил, что кое-что не было сделано должным образом, хотя доказательств у него не было. И вы хотите, чтобы я попробовал разузнать это? Я никогда больше не услышу, как моя дочь смеётся адом. Она больше не позвонит, не спросит, как у меня дела. И я не спрошу её, как прошёл её день. Её у меня украли. Возможно, всё это не очень правильно, но я всё равно хочу узнать, почему это случилось. Ты изменился, Адам. К лучшему или к худшему. Ещё увидим, но... Я знаю, ты любил Мэган. Прошу, помоги мне выяснить, что на самом деле с ней случилось. Я сам ещё не занимался тем нападением. Попробую разобраться. Спасибо. Адам, для меня нет ничего важнее. Сначала мне нужно встретиться с этим детективом Чейзом. Отлично. Он подрабатывает охранником в доме на Бруклин-Корт. Я буду ждать твоего возвращения в холле твоей квартиры. Почему детектив подрабатывает где-то охранником? О, он ушёл в отставку вскоре после тех событий. Подробностей не знаю. Может, он сам тебе всё расскажет. Я займусь этим. Да уж, тысяча заданий называется. Вообще пипец. Всё зосрано заданиями. Да, и самое плохое в этой жизни то, что родители хоронят своих детей. Это да. Так, не будем о плохом. Давайте у нас игра и вся фигня у нас в неё. Реальная ситуация. Так, 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 так. Куда нам быстрее сходить? 68. Давайте на 68 пойдём. 68 метров осталось, по сути. Так, тут кекс, который барыжит оружием. Сто пудово я знаю, я в курсе. Здорово. Хочешь что-то купить или продать? Я тот, кто тебе нужен. Всё есть в компьютере у тебя под рукой. Так, ребят, вот этот голос, конечно, меня побольше просто убивает. Трэш какой-то. Пулемёт. Дальше. Дротики продать. Всё продано. Понятно, понятно. Патроны, стенд, полиметры нет. Батончики Херши. Вирусная программа. Ба-ба-пам. Нет. Давайте купим что-нибудь. Пушку нужна, только реализатор в транзив... Трупа нет, он дробовик. Полторы штуки. У нас... 54-54. Четыре. Хм. Минная основа. Увеличение урона. Система двойного выстрела. Блин, плюшек, конечно, много. Давайте позырим, от чего всё-таки мы можем избавиться. Думаю, перво-наперво пистолет, в принципе, как он, по сути, нужен. Это можно продать. Пистолета. Ревайверы. Просто для винтовки. Так, ладно, давайте. Самое нормальное-то будет купить себе дробовичок. Увеличение урона. Система двойного выстрела. Достаточно места. А, да, у нас места нет. Патрон для дробовика. Купим, давайте, с тропизатором. Для пистолета. Ну, пусть будет. Обязательно расскажи всем друзьям. Только нелегавым. Конечно, голос этому перцу вообще не подходит с озвучки. Это просто вообще кошмар какой-то. Это ужас реально. По-другому-то реально не назвать. Это ужас. Так, это у нас дробовик. И поставим, думаю, его на четверочку. Да. По сути... Убрать оружие вот так вот у нас, да. Ладно, пойдемте дальше. Баки всякой... Хренатень. Это, походу, полицейский участок. И что это такое? Вот теперь любитель... Да, полицейский участок. Да. Грейсон, где он сейчас болтается? Давайте разговаривать. Приветствую. Вы, видимо, Адам Дженсен. Меткое наблюдение. Поймите меня правильно, но вас крайне сложно не заметить. Будем считать это комплиментом. Она сказала, что у тебя может быть информация о деле Меган Рид и об атаке на штаб-квартиру шарифа. Боже мой, что за бардак? Просто черт знает что. У нас были указания от трех разных ведомств. Федералы на хвосте. Нас прессовали со всех сторон. В общем, настоящая мясорубка. Это очень важное дело, да. Миссис Рид сказала, что, на твой взгляд, были нарушены какие-то процедуры. Вы верно поняли. То есть вы и сами знаете, как это бывает. Миссис Рид говорит, вы раньше были копом. Нередко случается, что лентяи и полицейские облегчают себе жизнь. Но тут... Тут было по-другому. В смысле по-другому? Слишком многое упустили из виду. Люди спешили с выводами. И каждый раз, когда я пытался настаивать, начальство на меня давило. Они хотели разделаться с этим по-быстрому. Это всегда плохой признак. Ты можешь выражаться конкретнее? Ну да, потому-то вы и понадобились. Есть пара зацепок, с которыми я так и не разобрался. Начал было копать, но от этих правительственных агентов мне как-то не по себе. Я испугался. За несколько месяцев до увольнения мне не хотелось облажаться. Но вы... У вас наверняка есть возможность докопаться до истины. Давай, выкладывай. Во-первых, говорят, что приказ прекратить расследование был спущен с самой верхушки. Может, даже не из местного ведомства. Подобные вещи должны происходить через капитана Пэна. И какие-то следы могли остаться у него в компьютере. Похоже, придется заглянуть в участок. Да, да. Так, что еще? К этому делу был приставлен офицер Чед Вагнер. Он у нас, знаете, на мальчиках Ариста не тянет. Так что, когда дело отдали ему, я сразу заподозрил неладное. Кто-то его привел, и с уликами быстренько разобрались по-свойски. Советую поговорить с ним. Узнать, что ему известно. Отлично. Схожу поболтать с офицером Вагнером. Скорее всего, вы найдете его в приемной. Его понизли в звании за нарушение дисциплины. И сейчас он снимает показания. Его не просто расшевелить, но этого парня всегда ей за что цеплять. Его кабинет на третьем этаже. Там наверняка найдется что-нибудь, чтобы развязать ему язык. Что-нибудь еще ценное? Да. Когда поступил приказ закрыть дело, все, что мы накопали, ушло в хранилище. Возможно, там вы найдете что-нибудь интересное. В переулке сразу за участком. Код 40... 4891. Но доступ туда есть не только у нас. Так что смотрите, осторожнее. Спасибо за помощь. Да не за что. Да. И еще, когда будут новости, не стоит приходить с ними ко мне. Вы поймите меня правильно, я всегда рад помочь, но меньше знаешь, крепче спишь. Это все, что мне пока нужно. Ух, конечно, тут болтовня занимает хреновую тучу времени просто. Жопа какая-то. Запилим дверь. Блин, столько заданий, и вообще огонь. Ё-моё. Обалдеть. Семь заданий. Надо вообще определиться, куда идти. Побычные задания. Это побочные все. Большое зло. Неактивно. Неактивно. Активно. Активно. Неактивно. Эй. Так. Погнали. Думаю, не заапгрейдить ли мне своего питбуля. Ну, знаю, кибер-лапы. Где-то орет. Кто-то где-то в гетто орет. Кто-то где-то в гетто. Где-то в гетто кто-то. Мяу-мяу. Опа. Мяу. Что-то забросьте. Черт. Если сделать вот так вот. Ладно, не будем баловаться. А, тут пятерка. Блин, а кто-то протит. Черт. Твою медь. А. Давай лезть. Что-ли. Что на хрена мы сюда лезем-то? Блин. Кошмар, ладно. Пусть будет все активно. Мало ли мы где-нибудь сейчас сюда зайдем. И здесь что-нибудь будет. Тебе больше уверен, что ничего здесь не будет. Так, мы здесь. А мы недалеко, оказывается. Вторая. Черт. Продолжение следует...